Фрески, вероятно, в 18 столетии открыли в Витебске. Роспись нашли в здании, где раньше находился монастырский корпус, а после революции техникум. Марина Романовская подробнее. Трехэтажное здание на берегу Западной Двины. Многие жители областного центра знают как бывший станкоинструментальный колледж. Однако история этой постройки началась задолго до того, как здесь стали готовить кадры для промышленности. Несколько веков назад это был монастырский корпус. Постройку возвели в 18 столетии. В этих стенах располагались монашеские кельи и школа для детей знати. Позже здание базильянского монастыря передали православным. А после революции здесь открылся механико-строительный техникум. Само здание является историко-культурной ценностью. В будущем здесь разместится первая городская гимназия. Во время подготовки к реставрации специалисты буквально наткнулись на сенсацию. Под краской сохранились фрески. Приехали реставраторы Мастаки. И отметная зъява для города Витебска, что у Витебска здесь заховались росписи бараковые. Когда мы начали працы, то сразу повстало шерох питаний по этому будинку. Например, было неведомо, что под этим будинком есть подвалы, и великие подвалы, и до этого часа недоследованные. Фрески обнаружили под несколькими слоями масляной краски. Специалисты говорят, таким образом старинная роспись была буквально законсервирована, и поэтому хорошо сохранилась. Предположительно, фрески относятся ко второй половине 18-го столетия, но точную датировку еще предстоит установить. Мы прекрасно знали, что это здание второй категории исторической ценности, поэтому мы предполагали, что могут быть сделаны какие-то открытия. Теперь мы ждем заключения белореставрации для проведения дальнейших работ. В заключении будет указано, что и как нам делать с данными фресками. Специалисты открыли лишь небольшие фрагменты. Скорее всего, потолок расписан сплошным ковром. Впрочем, пока вопросов больше, чем ответов. Не исключено, что работы прибавятся и у проектировщиков, ведь вряд ли планировалось, что украшением обычного технического помещения станет старинная роспись. Марина Романовская, Александр Петровицкий, агентство теленовостей, Витебск.